Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Тут такой вопрос, что такое гражданский брак? Ну вот, что такое гражданство? Гражданство — это определенный документ. Без этого документа ты гражданином не будешь считаться. Вот то же самое и гражданский брак. Это определенный документ государственный, который фиксирует изменения в ваших отношениях с определенным человеком. То есть у вас меняется статус. Вы были холостым, а теперь вы находитесь в браке. Это гражданский брат. То есть, простыми словами, это роспись в ЗАГСе. И церковь такие отношения признает браком. Конечно, верующие христиане, они просят у Бога благословения уже законного брака и, соответственно, приходят в Храм Божий и происходит венчание. Но когда мы вообще, в принципе, говорим про общество, то гражданским браком являются именно законные отношения, законное сожительство. Не нужно думать, что беззаконное сожительство является гражданским браком. Не подменяйте понятие. Беззаконное сожительство называется блудом. Законное сожительство является гражданским браком, а законное христианское сожительство называется христианским браком. Так что вот смотрите. Ну, кстати, еще мусульманский брак. То есть люди, вступившие в брак, они роспись в ЗАГСе, потом они прошли Никях, соответственно, их там Мула благословил, теперь это мусульманский брак. Вот поэтому помните, что венчание совершается только над законными мужем и женой. А закон у нас в стране, мы все-таки в России живем, это роспись в ЗАГСе. Те, кто считает, что это неважно, выбрасывайте паспорт, выбрасывайте водительские права, разорвите свидетельство собственности на квартиру, живите без документов, освободите себя. Вообще, идите в лес, живите в землянке, природа, свобода. Зачем вам все вот эти функции? Если бы вы были такими простыми, ну, еще можно было бы разговаривать. Правда, после освидетельствования у соответствующего врача. Но если вы признаете документы, признаете право, то тогда, ну, собственно, раз вы сказали да, то говорите следующее да. Так что, дорогие друзья, конечно, людям не хочется брать на себя ответственность, но это происходит понемощи. Если бы мы так относились бы и вообще к материальным вещам, которые мы любим, ну, еще можно было о чем-то говорить, но мы же, если там покупаем машину, мы же просим, чтобы документы были, чтобы все было по закону. Ну, так же отношения должны быть законные. Как только женщина стала твоей женой, с этого момента она имеет на тебя законные права, совместное имущество, на вас распространяется семейный кодекс и так далее. Так что не надо юлить, не надо врать и прикрывать свою трусость какими-то там благобразными словами о свободе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.